Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 7 стих. Апостол Павел отвечал на многие вопросы. Я думаю, он ответил на большее число вопросов, чем я. Только у него меньше осталось посланий. Многие послания погибли, что-то устно отвечал. Но на этот вопрос он не стал отвечать. Он просто прикрикнул, замолчивая, больше не задавая такой вопрос. Это вот единственный раз, когда он приступил к Богу, видимо, попросил, а ответ был один. Не ваше дело. Мы должны просто принимать. А что значит наша верность и неверность? Надо узнать, что у нас верности нет в людях. А у Бога одна верность. Когда мы это узнаем, то... Ну а как неверность? А человек безбожник, поступает плохо. Делает напротив, что Бог заповедал. А как верность Божия? А так, что Господь заранее сказал. Без меня не можешь делать ничего. И все, этот человек, который безбожник делает, насилует, убивает, он как раз и подтверждает эти слова. Что без меня не можешь делать ничего. Вот люди придумывают, учения выдвигают, находят последователей, совершают революции. А когда в конце оглянутся, Господь говорит, я вот этого и хотел. Раз не хотели заслужить мне, я отдал вас во власть врагам, чтобы наказать вас и поразить. Притом, такое во всей истории мировой. Сегодня много исповедников, я короткие проповеди скажу. Остатки дома додумаете. Вопрос я ставлю такой. Неверность, откуда она происходит в людях? Неверность друг другу, неверность в своем слове, и главное, это неверность Богу. Это все от рукава. За каждым нашим неправильным действием, чтобы глаза открылись, мы бы увидели, что за спиной стоит кто-то. Нам очень трудно отделить поступок от человека. Я гневаюсь конкретно на человека. А Ян Затон говорит, гнев направь на того, кто сзади у него стоит. Он его научает. Мартину Милостиву это было показано. На него в Бакрице нападает дьякон, он его несколько раз увещевал, потом глаза поднял, а там на холме стоят два черных. И они оттуда поглухонемому маячат руками ему. Вот это скажи ему, вот это скажи. А он-то не понимает. Он думает, я сам епископ плохой, я его научу. А он увидел, что он марионетка в их руках. Второзаконие 32.20. Господь говорит так, они род развращенный, дети, в которых нет верности. Мы найдем все места Писания, чтобы запомнить, что Бог говорит о людях, что в них нет верности. Знаешь, я твердый, я верен своему слову. Человек хороший считается. Но в конечном-то счете все человечество неверное Богу. Начиная с Адама, с Евы. И до последнего. Псалом 39.11 Господи, я возвещал верность Твою и спасение Твое. Мы должны всюду говорить, Бог верен. Как Он сказал, так и будет. Бог сказал, что будет пищать, пищать и будет. Бог сказал, дети будут непокоривы родителям, так и будет. Господь сказал, многие придут под именем Моим. Это сектанты, иеретики, да и православные, католики, все тут замешаны. Когда они по Слову Божию. И вас будут бить в синагогах за Меня. И будут думать, что тем служат Богу. Это предсказано. Вот они гонят. А в конце концов и они тоже являются выполнителями того, что уже назначено. Они подтверждают, что Бог верен в Слове Своем. Бог сказал и обязательно будет так. Псалом 145.6 Я славлю Господа, сотворившего небо и землю. Это все верующие знают. Это и мусульмане знают. А дальше Давид говорит, вечно хранящего верность. Он обещал послать Сына Своего. Он и послал. Я вчера на занятиях объяснял, что такое Библия. Кратко. Ее можно запомнить на одной страничке, вот так вот записать. Это общая конструкция. Бог сотворил человека. Человек выпал из рая. И дальше вся история вернуть человека в рай. А для этого Бог посылает Своих пророков, жертвоприношения, отделить людей. Поставил стену, нельзя ни с кем сообщаться. И наконец обещание выполнил. Сын Божий пришел. Стена эта убирается. Ну и теперь жить по заповедям. Все. Больше в Библии ничего нет. А когда люди отступают, Бог посылает войны, казни. Все. Самое трудное для людей, чтобы вернуть. Все это наказания, какие вот есть, это для того, чтобы вернуть. Мы как вот, допустим, столкнулись с две машины. Сразу определили, кто шел по главной улице, кто второстепенный, кому свет горел, виноват, что фонаря не горел, там этот светофор. А нужно посмотреть намного глубже, за светофором. Почему я оказался здесь? И что Бог хочет мне сказать? Это главный вопрос. Если мы этого не понимаем, авария вторая рядом будет. Тебя будут толкать, бить, пока ты не придешь к чувству. Пророк Осия, вторая глава, двадцатый стих. «И обручу тебя мне верности, и ты познаешь Господа». Когда верности нет, мы обручены Господу. Не забывайте, когда считываешься, сосчитываешься, или трижды священник спрашивает. И мы племем на прежнее свое сосчитывание, на сатану. Он же заплеванный весь нами. Если бы сколько людей крестится, да все плевки там не было, сатаны бы даже не видно было, утонул бы в наших слюнях. А теперь сосчитываясь самому Христу. И сосчитывание заключается в том, что мы обещаемся Богу служить доброй совестью. А совесть это тот закон, который Бог вложил до писанного закона. «В верности! Я тебя обручу в верности, Господь говорит». А это обручение происходит в момент крещения, и мы обещали Богу быть верными. А в чем верными? В Слове Его, а Слова нигде нету. И человек не знает, правильно ли он поступает. Я ни одного места писания не могу найти, где бы было сказано, что Слово Божие не нужно. Нам нахо вывели такое, что ничего не надо. Пришел на службу, отстоял, ушел. Самое главное – это молчание. А Господь, наоборот, учил. Самое главное – возвещать. Если ты будешь молчать, никому не скажешь, и Он на нас не скажет Господу, кто постыдится. А эти прямо учения церковные, особенно у православных, это вывели. Если ты верующий, крепкую тебя вера. Вот хорошо бы в монахи пойти. В нашем роду хоть один бы был монах или монашка, и они тогда все нас отмолили. Это считалось очень сильно. Нигде писания этого нет. Каждый индивидуально отвечает за свою верность Богу. Третье послание Иоанна 1.3. Иоанн говорит так. Я весьма обрадовался, когда засвидетельствовали о твоей верности, что ты ходишь в истине. Вот какую радость мы доставляем апостолам, учителям, священникам, когда мы ходим в истине. А сегодня, если ты по Евангелии знаешь, ну в любом храме, мы, допустим, сегодня окажемся в подчинении в Никольском соборе. И прямо по Евангелию будем поступать, нас задавят сразу же. Даже неделю на нас терпеть не будут. Мы же сразу будем говорить, а почему торговля идет? Я хочу быть верным Богу. Какое твое дело? Стои, сопи. Он скажет, почему посторонние оглашенные не выходят? А ты чего меня учишь? Верность сегодня не нужна. Сегодня верность Попу нужна. Монаху нужна, Ави в монастыре. Но не верность Богу. Вы мысленно вообразите, что сегодня нас сдали в плен, и мы все равно без церкви-то мы не можем. Ну кто-то в секту идет, но не все же пойдут-то. И что мы там будем делать? Мы должны раствориться, сделать все как они. На это ответ да не будет. Они разговаривают. Ничто непонятное. Мы будем ходить и говорить, ну а почему ни одной надписи на стене нет из священного писания? А почему одеваются в мерзкую одежду? Это запрещено женщинам. Я обязан подойти и сказать ему. Ясное дело, что он с первого же дня меня начнет устранять. А у него подручные там давнишние, а мы-то никто пришельцы. Мы для них по-прежнему расходники, сектанты. Хотя бы я ему все отдавал, это немало не поможет. Потому что мы этими словами, вопросами рубим их под корень, показывая, что они неверные Богу. Они нарушают верность Богу. Псалом 77,8. Чтобы мы не были подобны от самых неверному Богу духом своим. Неверность в духе. Надо спрашивать, Господи, я верен тебе, правильно ли я поступаю? Мы по заповеди, Исайя 57,11. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, а меня перестала помнить и хранить в твоем сердце, не от того ли, что я молчал, и при том долго, и ты перестала бояться меня, говорит Господь. Разговаривает как вот с женой неверной. Я долго терпел, и ты такая неверная. А чего ты сейчас испугалась? А тут революция. А чего ты испугалась? Да тут Китай идет рядом. А что испугалась? Да тут такие реформы сейчас задушат вас. Один кирпич хлеба будет тысяча рублей стоить, и все кончилось. Нас очень, с нами очень легко воевать-то. Ни у кого ничего нет, как бы холодильник это. Это еще в деревне еще протянутся. Так что в деревне-то еще у нас на одну квартиру будет по нескольку человек проситься. Неверных. Осия 7,16. Они обращались, но не ко Всевышнему, и стали как неверный лук, и поэтому они падут, и князья их отмечают. Неверность Богу влечет за собой смерть и телесную. Никогда Россия не вела такой позорной войны, как сейчас. Никогда. За одного вражеского солдата заплатили по шесть. Ну какая же это война? Ну за счет только многочисленности. Давили, давили и давили. Ты неверный оказалась. Вот результат. Осия 7,16. Они обращались, но не к Всевышнему. Значит, ответ все. Кому обращались? К батюшкам. К книжкам разным. А не ко Всевышнему. А чтобы быть верным Богу, надо читать Библию. Считать, что скажет нам Всевышний. Матфея, 17,17. Иисус же отвечает, сказал, о, род неверный и развращенный. Доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это общая характеристика всему роду человеческому. Роды неверные. Почему никто не подбежал и не сказал, Господи, я хочу быть верным? Не один, неверный. Да это еще надо посмотреть, это ты неверный. Они знали, что сказать. Что ты не в своем уме вышел из себя, что князь Бесовскому Вильзиолу служит Лукаш, 16,8. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. Как он мог его похвалить для еще неверного-то? Вот единственный стих, где, говорится, похвалил неверного, это в мирском плане. Это образ оттуда берется. В духовном плане нужно быть всегда верным. Неверное означает, человек растратил лишнее. Его никак нельзя за это похвалить. Лукаш, 16,10. В мирный, в малом верный и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Какими нам быть, Священное Писание подтверждает и в Новом Завете. 1 Коринфянам, 10,27. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаю вам, ешьте. Вы никогда не говорите, меня родственники позвали, надо с кем встретиться, а он учительство так говорит, а там меня неверное зовут. Они неверующие. Неверные. Даже, может быть, они в церковь ходят. Если вас позовут неверные. Ведь у нас этого выражения даже в нашем лексиконе нет. А меня зовет дочь, меня зовет дядь, приехала сестра. А ты скажи, я тогда спрашиваю, верующий или неверующий? Священника спрашиваю. Брат приехал. Ну, а он верующий. Ну, не так, чтобы фанатик. Это у него ругательное слово, фанатик. Я знаю, что он это по мне ударил. Второе темопея, 2,13. Если мы неверны, то он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Мы верим верному Богу. Он пришел из нас сделать верных последователей. И Титу 1,15. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Ибо осквернены ум их и совесть. Для них то пальцы не так прижал, то уже если трои перстов, то это уже нечистые. Если три раза сказал аллилуйя, то для них ничего чистого нет. А если ты веришь Богу, по истине, по Писанию, да какое тебе дело? Человек молится Богу. Только было бы это искренно, как положено. Евреям 3,12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. С неверным сердцем человек за Богом не потянется, он все равно отвалится. Смотрите, призыв какой. Чтобы в ком не оказалось сердце неверного и лукавого. Вот для чего мы становимся на молитву утром, вечером, и с каждым поклоном говорю, Господи, я хочу быть Тебе верным. Так трудно самого себя исследовать. Через кого-то подскажи мне. А Господь обязательно скажет, верный мне, верный Слову моему. И Откровение 21,8. Нас интересует, конечно, последний результат, когда Христос придет, будет страшный суд. Ну а как он разделит верных от неверных? Написано, бои зливых же и неверных, и скверных, и убийц, участь в озере, горящим огнем, и серая, это смерть вторая. Значит, участь неверных абсолютно точно будет в огне огнем, в огне гиенском, в аду. И чтобы с нами этого не было, мы в молитвах и должны говорить, Боже, будь милостью ко мне грешим, грешим вас неверному. Избавь меня, спаси и соделай верным Твоим служителям. Аминь.